Добрый день! Мы находимся с вами сегодня в нашем разжирейном комплексе Верхние Теплицы. За окном зима, прямо лютый холод настиг нас опять. Но в теплицах кипит работа, у нас тут весна в полном разгаре. Мы высеиваем семена, выращиваем рассаду, уже подрастает виола. И, конечно, в это время года начинает зацветать наш Александровский дворец, для которого здесь также полным уходом идет работа. И мы на данный момент выгоняем сирень, ландыши, пармскую фиалку, спиреи. Скоро на выгонку станут розы. Но пока у нас главным героем всего этого действия является сирень. Мы выгоняем сирень уже третий раз. Стараемся делать это в исторических теплицах по старинным технологиям. Есть несколько нюансов, о которых долго и достаточно сложно рассказывать в процессе выгонки сирени. Но самое главное условие, которое необходимо соблюсти для того, чтобы сирень зацвела у вас зимой, это много влажности, очень большая влажность и очень тепло. Это два главных условия, которые приведут ваш замысел по выгонке сирени к успеху. Для того, чтобы обеспечить непрерывную весну в Александровском дворце, чтобы сирень цвела с февраля и до конца марта, мы выставляем ее на выгонку в несколько этапов. Всего у нас будет три смены сирени. То есть вот одна сирень входит уже в стадию бутонизации. В это время следующая за ней партия сирени уже встает на разморозку. Разморозка проводится поэтапно, в два этапа. То есть сначала с улицы в горшках приносят сирень в холодное хранилище, где температура не выше 5 градусов. Потом в холодную теплицу, где температура поднимается не выше 12 градусов. То есть сирень не должна испытать температурный шок и постепенно оттаивать, приходить в себя. И уже после того, как неделю она постоит в холодной теплице 12 градусной, она отправляется в свой теплый и влажный бункер для того, чтобы уже начинать свой этап к распусканию и цветению. Всего у нас будет в этом году поставлено на выгонку, уже часть поставлена, как мы видим, и цветет, 18 кустов. То есть порядка полутора месяцев люди смогут приходить и смотреть на то, как цветет сирень в Александровском дворце.